всем добрый вечер снова у нас на этой неделе мы читаем главу шмот глава шмот начинаем новую хумаш новую книгу и сегодня мы займемся одним интересным вопросом по поводу служения всевышнего и мы его начнем разбирать в принципе все разбор у нас будет начинаться с момента когда мы в нашей недельной главе мы знакомим с мушарабейна своего рождения мы так далее но мы начнем разбирайтесь кусок который говорит о моменте когда мушарабейн увидит несгорающий куст и приближается к нему и мы еще видим какая тема там подымается очень важная тема связана с служением всевышнему и сегодня кстати тоже и мы проследим этот аспект вообще других книги шмот из других местах и как он за и в конце даже самой книги и скажем сделаем такой небольшой пробежимся по книге именно в этом аспект и так мы читаем что во время того как мушарабейн когда он пас скажем скот и тро своего кестя одна из заветчиков не убежал он пошел за ними увидел он несгорающих и решил к нему скажем так приблизиться и сказано там следующее и увидел господь то есть да давайте сначала начну то есть маша же по совету против своего жильца медианского привел он раз завет за пустыню пришел к горе божией фореву это гора сена кто не знает явился ему ангел господин в пламени огня и среди куста терновника увидел он вот терновник горит огнем на терновник не сгорает и маша сказал пойду и посмотрю на это великое явление чего терновник не сгорает мужа идет приблизиться и тут начинается наш важный момент и увидел господь что он подходит смотреть и возвал к нему бог из среды терновник и сказал мужа мужа и сказал вот я то есть мушарабейн отвечает и сказал он не подходи сюда сними обувь твою с ног твоих ибо место на котором ты стоишь есть земля святая окей сфорно объясняет здесь очень интересную вещь то есть мушера всевышний обращается к мушарабейну говорит обращать маша машину то есть его останавливать и так далее и он объясняет то что здесь написано что таким образом то есть тот кто хочет осветиться то есть кто хочет принять духовный уровень ему помогает то есть из-за того что мушарабейн стал заинтересованным что происходит увидел то есть не сгорающий пуст ему стало интересно то всевышний захотел с ним говорить и поэтому он обращается по-настоящему я перед вами то есть вам сейчас прочитал здесь написано читаю здесь написано по простому можем понять речь идет немножко другом они так как сфорно говорит мужа то есть не то что мужа это из-за интервала сависим ну иди сюда а наоборот всевышний мушер хочет приблизиться к этому несгораемому кусту а точнее что такое несгораемый куст он хочет приблизиться к этому раскрытию всевышнего который он видит но всевышний говорит ему и хочет чтобы он слишком близко не приближался то есть даст чтобы не было слишком большого приближения и поэтому он говорит с ним сначала что говорит всевышний мушер он ему говорит чтобы он еще больше не приближался то есть в принципе как мы сейчас пришли и сказал бы и сказал он не подходи сюда то есть мушерабейну попытается подходит и подходит стихом выше увидел господь что он подходит смотреть и возвал к нему и сказал он не подходи сюда то есть он восстановил на втором этапе он что ему говорит всевышний что нужно снять обувь которая на ней на его ногах ибо находится на святой земле кстати это мидраж объясняет мидраж говорит сними обувь свою то есть говорит мидраж любое место где раскрывается чекина присутствия всевышнего запрещено быть в обуви и по этой причине бэхэн би Йошуа это сказано также по поводу Йошуа когда к нему открывается ангел там тоже сказано шальна олеха то есть сними обувь свою и также койны как говорит мидраж вэхэн куаним чешим чуба мигдаш и лошим чуба мигдаш и поэтому кстати койны в храме они ходят басыми поэтому на храмовую гору например нельзя приходить в ботинках и так далее так далее в принципе чем занимается эти стихи эти стихи занимаются очень очень частой и важной проблем которая происходит когда подымается градус духовности когда люди начинают приближаться скажем так богу и когда у них есть огромное огромное желание приблизиться к богу сказать им один целый все ближе и ближе то есть опасность что они перейдут границу слишком сильно то есть перед границей будет приближение будет слишком близкое и больше чем надо и как бы в принципе сломается дистанция кто должен дать держаться и дело в том что нужно понимать что прикрепиться к всевышнему замечательно хорошо но с другой стороны понимать что всевышний как сказано наши мудрецы пожирающий огонь то есть как бы это в принципе человек который не может вообще присоединиться полностью и нужно понимать что есть скажем так всегда при встрече со всевышним и желание присоединиться зайти в духовность нужно не переборщить не пройти слишком много потому что есть вот это вот скажем напряжение которое с двух сторон той же монеты скажем так с одной стороны желание прикрепиться к всевышним приблизиться к нему и с другой стороны то есть любовь и с другой стороны требования держать дистанцию стоять и получать то что называется трепет то есть всегда происходят службы всевышнего с одной стороны это любовь приближение любовь всегда просил то есть она тянет на сближение на камон можно сильнее но с другой стороны должна оставаться и ратя должна оставаться нужно оставаться уважение треп��수� utilizzиваем и так далее и нужно вот этот вот баланс держать служение всех и dossier это одна монету который две страны и между что у ними есть вот эта напряженность, и нужно правильно это держать. Иначе будет проблема. Таким образом, Всевышний, скажем так, не ругает Муше, что он пытается подойти к горячему терновнику, а наоборот, в этом есть очень важная и положительная вещь. Но Всевышний хочет остановить Муше, чтобы он не перешел границу. Это что здесь происходит? Кстати, это, как я сказал, мы пробежимся по книге Шмот, эта проблема поднимается еще несколько раз в книге Шмот. Например, она поднимается также, когда мы говорим о Синайском откровении. Во время Синайского откровения мы видим, что там есть та же самая проблема, и Всевышний говорит народу Израиля, то есть Муше, чтобы он сказал народу Израиля, перед тем, как будет откровение, перед тем, как Всевышний спустится на гору, перед тем, как будет говорить с народом, он заповедует сделать следующее. Мы это читаем в главе Итро, следующий, то есть это 12-13 стих в 19 главе. «И проведи границу для народа кругом, говоря, берегитесь восходить на гору, прикасаться к краю, всякий, кто прикоснется к горе, должен умереть. Да не прикоснется к какому рука, а камнями да будет он побит или застрелен скот или человек ли, да не останется в живых, когда же затрубит рог бараньи, могут они взойти на гору». То есть так говорит Всевышний. Всевышний запрещает не только поднятие на гору Синай во время того, как он будет спускаться на гору, он также запрещает к ней прикасаться. И даже не только саму гору, но также к ее краю. Наказание за это смерть. Почему? Потому что Всевышний знает снова, что пик, вот это вот откровение, пик вот этого вот Маамада, то есть этого духовного раскрытия, когда раскрывается шхена, когда открывается присутствие Всевышнего, кто-то в народе Израиля не выдержит, захочет слишком близко подойти, слишком близко прикоснуться, скажем так, попробовать дотронуться до солнца. И по этой причине Всевышний предупреждает изначально держаться на расстоянии и, скажем так, не прикасаться, даже не прикасаться к этому. Более того, Всевышний не ограничивает этим. Всевышний предупреждает еще раз. Перед самым уже, скажем так, откровением, когда он уже спустился на гору Всевышнего, он снова Муше говорит следующее. Это мы читаем в той же главе, в 20 стихе. И сошел Господь на гору Синай. То есть Всевышний уже спускается на гору Синай. На вершину горы призвал Господь Муше к вершине горы и взошел Муше. И сказал Господь Муше, сойди, предостереги народ, чтобы они не порывались к Господу, чтобы видеть, а то падут из них ноги. И даже священники приближаются к Господу, должны осветить себя, а то разгромит их Господь. И сказал Муше Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нам, сказав, иди городу, освети ее. И сказал ему Господь, пойди, сойди, взойдешь, и ты, Арон, с тобой, а священники народ, да не порывается, посадит к Господу, а то разгромит он их. То есть в принципе, что происходит? Всевышний снова требует остановить народ, чтобы стороной народ не подходил. Муше говорит, а что вдруг их снова предупреждать? Ты же их сказал, то есть мы уже предупредили, то есть мы как бы уже оградили. Но Всевышний отвечает на вопрос Муше, говорит, несмотря на это. Почему? Несмотря на то, что народ Всевышний Муше Прабейну предупредил народ не подниматься. Из-за того, что Всевышний уже спустился на гору Синай, то есть в принципе уже произошла вещь, которая грандиозная, и только сейчас начнется раскрытие сближения между Всевышним народом Израиля, снова поднимается вот эта вот проблематика и опасение того, что вот эта близость Всевышнего к народу приведет к тому, что кто-то сорвется и приблизится слишком сильно. И сломает вот эту вот важность сохранения дистанции, сохранения, скажем так, аспекта трепета, который должен оставаться в служении. И это то, что мы видим. У Мушера Бейну, когда с этим перновым кустом, опасность, то есть как бы опасение того, что он пройдет, из-за того, что он слишком хочет близко подойти, увидеть раскрытие Шхены, сказано, то есть да, и увидел Всевышний, что он приближается увидеть. Точно так же с Синайским откровением, то есть там тоже проблема, что народ захочет увидеть, раскрытие Шхены, там тоже. То есть да, вдруг они, то есть сдвинутся, чтобы увидеть Всевышнего. Народ Израиля хочет увидеть Всевышнего, Мушера Бейну, поэтому стоп, ребята, не перебарщивают, то есть не проходить определенную границу. Эта проблема поднимается снова, но уже после дарования Торы, после Синайского откровения, мы уже читаем это дальше, в главе Мишпатим, на нашей же книге Шмот, 24 глава, 9 стих, сейчас я его открою, вот я узнал, «И взошел Мушер и Арон, надавиавиу 70-й старейшин Израиля, увидели они Бога Израилева, и под ногами его, как образ кирпича из сапфира, как самое небо, оно чистое, и на избранников снова Израиля не простер он руки свои, и видели они Бога, и ели и пили». Очень странные такие стихи, давайте про мы разберемся. Есть спор между комментаторами по поводу того, что здесь произошло. Раши считает, то есть, во-первых, поднимается Арон, то есть сыновья Агрона, надавиавиу, которые, кстати, в будущем погибнут при освещении жертвенника, потому что они слишком рванутся вперед, и 70 старейших. И там сказано, что они увидели видение, то есть Шхены, то есть, да, тот, кто откроет книгу Хискель, первую главу, увидит похожие слова, то есть, в принципе, они видят престол Всевышнего, и сказано, увидели они Бога Израилева, и под ногами его, как образ кирпича, и так далее, и на избранников, их снова израиль не простер он руки своей видели, и они Бога ели и пили. Раши на месте объясняет, что надавиавиу, а также старейшины, они посмотрели на Бога, приблизились слишком сильно к Богу, и заработали себе уничтожение, потому что прошли эту грань. Но Всевышний не хотел смешивать, скажем так, горя с радостью, поэтому он подождал с наказанием, и надаваавиу он покарал, то есть, когда они в храме, снова, кстати, повторили, при спустении, то есть, огня, когда освещали мешкан, то есть, приносил этот храм, скинув в пустыне, они подошли слишком близко, то есть, они решили, что они приносят жертвопражнение, которое не заповедовал Всевышний, и Всевышний их сжел. В принципе, Раша говорит, что это наказание, тогда было уже наказание за это, за то, что они прошли эту границу. Также он говорит, объясняет, что старейшины тоже были погибли, и они были наказаны, когда был грех метуненин, то есть, называемые, которые там жаловались и требовались его поесть, потому что там написано «вотухальбекцеамахане», он сказан, «и пожрал огонь», то есть, «пожрал край лагеря», и нашему грецуручу говорят, «бекцыним шибамахане», «ценим» – это старейшины, то есть, князья, то есть, оттуда слово «офицеры», в принципе, которые были в лагере, имеется в виду, что были поражены старейшины. Как Раша учит, почему Раша решил, что здесь такое наказание, за то, что они перешли план, то есть, перегнули планку, прошли дальше, он это делает из стиха, то есть, сказанное, «избранникам снова израиля не простер руки свои», то есть, он не простер Всевышнего на их руку, то есть, не наказал, ведь до этого он предупредил не приближаться, не дотрагиваться, они вроде прошли, видели Бога, и все равно Всевышний не покарал, из этого учит Раша, он их не покарал сейчас, но в принципе они заслуживали наказание. С другой стороны, онкос объясняет по-другому. Онкос Рамбан, они говорят, что нет, были старейшины, то есть, вот эти главы народа, то есть, Инадава, Авегу, и старейшины, они были рады, что их жертвоприношение было принято, как будто они ели и пили. То есть, это такая радость. Рамбан объясняет, что наоборот, что они очень сильно старались не видеть больше, чем разрешили. То есть, они смогли продержать этот баланс между близостью, между любовью и между трепетом, то есть, вот этот баланс, расстояние продержали. И поэтому Всевышний, то есть, не распространил свою руку на них, то есть, он не наказал их. И таким образом, они увидели Бога, с одной стороны, то есть, как могли, и не, скажем так, перешли планку. И поэтому они ели и пили, имеется в виду, об этом неудачу, не от этого радовались, это было прекрасно. Они смогли выдержать вот это вот, скажем так, противостояние, вот это вот напряжение и сделать это правильно. А то, что сказано в Яхру, и что, то есть, ели и пили, имеется в виду по поводу жертвоприношения, которое они принесли потом, уже после Синайского Откровения под горой, то, что было потом. В любом случае, два подхода, то есть, тот или иной, то есть, в этом споре говорят, простую вещь. Когда приближаются ко Всевышнему, то есть, да, нужно держать правильную, скажем так, взвешенный, правильный подход. С одной стороны, не спешить слишком сильно близко и не отходить. Нужно иметь и любовь, и трепет одновременно. То есть, и не приближаться слишком близко, и с другой стороны, да, приближаться и знать расстояние. В чем их спор? Спор простой. Вот эти вот главы народа, старейшины, давая вегу, они смогли правильно подойти или нет смогли? Раз считают, что не смогли, по этой причине полагалось наказание, ромбанный укл, считают, что смогли, поэтому все было нормально. Это то, что мы здесь видим. У нас есть еще очень интересный момент в самом-самом-самом конце почти книги Шмот, когда в главе Пикудей, когда Мушер Абейну, то есть Мишкан стоит, Мушер Абейну хочет войти в храм и так далее. Мы это читаем в самом конце, почти это уже последние стихи книги Шмот, 35-й стих, то есть в 40-й уже главе, и покрыло облако шатер соборной славы Господне наполнил скинию, то есть Всевышний спускается на мешка. И не мог Мушер войти в шатер соборный, потому что осеняло его облако и слава Господне наполняло скинию. То есть есть предел. Мушер Абейну в принципе уже на этот момент величайший пророк, выше всех, то есть да, и крупнее всех, то есть да, он тоже называется, отец всех пророков, Аван Ивиим, разговаривает со Всевышним лицом к лицу, и все равно, то есть он уже самый приближенный, он прошел уровень близости, который только можно, и даже у Мушера Абейну есть грань, есть граница, которую он не проходит. Кстати, спор между Раш и Рамбаном мог быть на уровне того, что то есть на каком уровне находились эти надававилы, понятно, что не на уровне Мушера Абейна, и насколько им позволялось видеть Бога, видеть видение, престола, Всевышнего и так далее, но там явно это видение отличается от Мушера Абейна, Мушера Абейна видит Всевышнего лицом к лицу, он не видит престола и так далее, престолы, сидения, это видение, скажем так, не сущности, сущность даже Мушера Абейна не познал, это видение, как видели другие пророки, не Мушера Абейна, то же самое, Хискель видит, потому что Хискель тоже, когда он видит его видение колесницы, он там тоже видит престол и тоже там этот кирпич сапфира и так далее. Но, как мы сказали, то есть мы видим, что Мушер Абейну тоже не входит в самом конце, то есть есть предел даже уровня Мушер. Есть по этому поводу, если мы внемся назад к нашему кирдовому кусту, по поводу того, что Мушер Абейну наблюдает на куст, там есть то, что Мушер Абейну закрыл лицо. Есть по этому Медраж, в котором есть спор Танаим. То есть хорошо ли это было, что Мушер Абейну, скажем так, остановился, закрыл лицо или плохо? Медраж говорит так. Если мы вернемся назад к нам, к главу Шмот, это третий, то есть когда он идет смотреть этот несгораемый куст, то есть Терновника, мы это уже читали. Мушер сказал, пойду и посмотрю на это явление, от чего Терновника, стоп, это, нет, это чуть дальше. И сказал я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Янкова и закрыл Мушер Абейну лицо свое, потому что боялся воззреть на Бог. То есть когда он понимает, что не Бог, он закрывает лицо. И по этому поводу есть спор между нами. Что он сказал, то есть Мушер Абейну, почему он закрыл лицо? То есть, да, говорит, Бог моих отцов стоит здесь, то есть когда он находится здесь, а я не закрою свое лицо. Сказал Раби Йошоа, Бенкарха в Раби Гошай. Один из них сказал, То есть, да, говорит, что плохо сделал это Мушер, что если бы он не закрыл свое лицо, то всевышний он показал Мушер, что вверху и что внизу, и что в будущем будет. И позже Мушер Абейну сказал ему, покажи свое великолепие, то есть покажи свою сущность. И Всевышний сказал Мушер, я, когда пришел тебе показать себя, ты закрыл лицо свое, то есть там, при сгорающем кусте, а сейчас, когда я хочу тебе показать, то есть когда ты хочешь, чтобы я тебе показал, я тебе говорю, не увидит меня человек и будет жить. Когда я хотел, ты не захотел. То есть, да, ой, слушай, так они объясняют. Вама Раби Ошоад из Сахмин, Бешев Раби Леви, сказал Раби Ошоад из Сахмина, а ты мне Раби Леви, кстати, вот, знаете, город арабский из Сахмин, знаете, что был еврейский город. Афаль пи кену рах гиралу, то есть он говоришь наоборот, то есть Всевышний, несмотря на то, что он закрыл свое лицо, он все равно себя показал. Почему? Ну, сказано, что Мушер Абейну говорил со Всевышним лицом к лицу, и действительно, то есть он к нему приходил и так далее, и так далее, и написано, то есть видение Всевышнего увидит, то есть наоборот показал. Неважно, этот подход говорит, что Мушер Абейну сделал неправильно, то есть, да, что он закрыл свое лицо. Он сказал следующее. Всевышний сказал Мушарабейну, после того, как он закрыл свое лицо, говорит, молодец, хорошо, что ты сделал, я пришел показать тебе свою лиху, а Всевышний говорит, а ты отдал мне почет и закрыл свое лицо, поэтому хаеха, то есть калянусь тебе, что в будущем ты будешь настолько высоко, то есть когда ты поднимешься на Гайару, Синай, ты будешь 40 дней на горе Синай, 40 дней и 40 ночей, и не будешь есть, не будешь пить, имеется в виду доуру, доуру, доуру. Ты придешь до уровня ангела, и в будущем ты будешь получать удовольствие от свечения шхены, как сказано, и светилось лицом Мушарабейну. То есть что мы здесь видим? Мы можем сказать, что спор между мудрецами, это о уровне Муши, что те, которые говорят, что он плохо сделал, то есть плохо сделал, они видят его как человека, который уже является, то есть находится на уровне отца всех пророков, и по этой причине, то есть лицом к лесу, говорил, с ним Всевышний, так что ты сейчас боишься? И из-за этого он потерял некоторые вещи, которые мог еще больше получить. Поэтому остановили. С другой стороны, подход, который говорит, что он правильно сделал, они видят, то есть в принципе Мушарабейну на том момент был еще, то что называется, тирон, то есть он еще был, проходил курс молодого бойца пророков, то есть он еще не дошел до уровня, на котором он будет в будущем. И поэтому действительно, то есть ему не полагается так видеть. Кстати, то есть видение, которое он видит изгорающий куст, это видение, это не разговор лицом к лицу. Там может быть Всевышний да, хотел говорить лицом к лицу, но началось-то не оттуда, поэтому как бы уровень ниже. И в любом случае вопрос, который они, да, поднимают, и оба соглашаются, оба мнения, что вопрос, насколько ты можешь приблизиться ко Всевышнему, то есть, скажем так, чувствовать с ним очень большую близость и сокращать, скажем так, расстояние, зависит от того, на каком ты уровне. Чем выше уровень, тем меньше расстояние, тем меньше нужно расстояние и сохранение, то, что называется, дистанции. И это мы еще видим где, очень интересная вещь, есть стих, который тоже уже в книге дворин, который скажет, Там сказано, Господа Бога, бойся, то есть, трепещи перед ним, ему служи и его именем клянись. И Рамбан там объясняет, базируясь на Медра, что он очень интересную вещь, что сказал Всевышний народу Израиль, что он сказал, «Вы не имеете права клясться моим именем, но только в том случае, если в вас будут все эти качества». То есть, можно клясться именем Всевышнего, только если в тебе все эти качества какие. Это шемелокехатиа. То есть, быть Богом, то есть, трепещь перед Богом. То есть, ты должен быть богобоязненным. Как говорит Рамбан, ты должен быть богобоязненным, как те богобоязненные. Что имеется в виду? Авраам, Иссеф и Йоам. И вот того, то есть, ему должен служить. То есть, когда ты будешь, скажем так, направлять к себе, к Тори, к служению Всевышнему, к Западе и так далее, и не будет у тебя никаких других служений, вот тогда ты будешь достоин клясться моим именем. Что из этого выходит? Что снова, то есть, использовать мое имя, клясться моим именем, придали, приближаться, зависит от того, на ком ты уровень. Если мы подведем итог из того, что мы сказали, выходит очень простая вещь. Во-первых, в служении Всевышнего нужно не забывать, что есть приближение, но и есть сохранение дистанции. Есть любовь и есть трепет. И они всегда должны быть вместе. Нельзя, чтобы оставалось только одно из них. Это плохо. Во-вторых, насколько ты снимаешь дистанцию и можешь приближаться дальше, зависит от твоего уровня. Почему? Потому что Всевышний эшофла, то есть, да, это высшая святость, которая не терпит ничего, скажем так, на самом пике в его как бы сущности, если можно так сказать. То есть, абсолютная святость, к которой к ней не может приблизиться ничего, что не в святости-абсолюте. Человек не находится в святости-абсолюте никогда. Да, по этой причине приближаться Всевышнему невозможно никогда наполнуть, то есть, да, до сущности его. Но можно проходить, когда ты поднимаешь себя в святости все дальше и дальше, и ближе, и ближе. Но это нужно делать, сохраняя дистанцию изначальной, запоминая, что нужно держать. Есть проблема, очень частая, в служении Всевышнему в наше время. Есть две крайности. И они проблематичны обе. Одна крайность – люди служат Всевышнему на одном трепете, то есть, они не пытаются подойти. И тогда, может быть, на них распространяется, плохо ты сделал, что закрыл лицо свое, то есть, да, слишком далеко держишься. Ну, не хочешь держаться дальше, так держись дальше. То есть, Всевышнему тебе будет далеко, и будешь как бы на очень примитивном уровне, если не пытайся подниматься. А есть другая проблема. Когда люди, не имеющие, скажем так, высокой духовности и не умеющие вообще терять границы, относятся к Богу по-небратски. Что такое отношение к Богу по-небратски? Это, знаете, тате, папочка, разговор с ним на «ты», то есть, да, ну, ты можешь. То есть, в принципе, по-небратски отношение. С Богом, типа, Бог тебе друг, даже родитель. То есть, в принципе, весь аспект трепета убирается. Остается весь только аспект любви, так называемое сближение. И это тоже неправильно. По причине того, что теряется вся дистанция. И в этом смысле появляется некое неуважение к Богу. То есть, человек забывает, скажем так, кто он такой. И поэтому нас мы вот учим с нашей недельной головы то, что мы говорили, то, что мы показывали. Даже Мушер Абейну, человек, который видел Бога, говорил с Богом лицом к лицу, человек, который считается отцом всех пророков, сам высокий духовный уровень, который только может быть. Даже он, есть ограничение, которое не пройдет, где есть дистанция. Когда Штиния спустилась, он должен ждать, пока Всевышний не даст ему разрешения войти. Тем более, всех тех, кто на уровнях ниже. И то, что мы видим с этим несгорающим кустом. Мушер Абейн хочет приблизиться. Да, это очень хорошо, очень похвально приближаться. Но нужно знать, где включать и требовать. То есть, нужно работать на этих обоих аспектах. То есть, мы видим, что нельзя приближаться всему слишком близко, слишком вплотную, убирая трепет. Но все зависит, в конце концов, на духовном уровне, на котором человек находится. И поэтому мы должны всегда проверять, где наш духовный уровень. Мы всегда должны продвигаться. В принципе, задача повышать духовный уровень наш. Это в наших же интересах, потому что это то, что позволяет нам, в конце концов, сократить дистанцию между нами и Богом все больше и больше. Чем больше у нас святости, чем больше исполнения заповедей, чем больше у нас торы, чем больше мы поднимаем духовный уровень, тем мы можем ближе и ближе подойти ко Всевышнему. И чтобы мы все удостоились этого. На этом мы сегодня закончим урок. Надеюсь, что та идея, которую пытался провести, доступна, понятна. И действительно она будет сопровождать нас всех. То есть помнить всегда вот это вот напряжение. И что если мы хотим придвинуться, сделать еще шаг, нужно подниматься духовно. Дай Бог, чтобы у нас это получилось. На этом я заканчиваю урок. Всех, кто нас слушает в записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Здоровья всем.